Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус. Сегодня мы с вами будем собирать мой рюкзак на учебу в университет. Вы все очень любите и бросите такие видео. Именно для вас я его снимаю, хотя я не знаю еще, когда мне в университет. Но в целом я покажу, что я обычно беру с собой. У меня это новый рюкзак, который вы еще не видели. Было видео в моей коллекции рюкзаков и сумок, но этот рюкзак я не показала, потому что он мне пришел только вчера. Я его заказала, конечно, не к новому учебному году, а просто для себя, чтобы носить. Я давно хотела рюкзак Канкен. И заказала на ASUS, потому что везде они по 7-8 тысяч оригинальные, я имею ввиду, а он мне обошелся в 5500. И я думаю, что если хотите, то заказать лучше на ASUS оригинал. Сейчас вам расскажу лайфхак, как проверить оригинальность рюкзака Канкен. На каждом новом рюкзаке должна быть вот такая вот бирочка, ну как бы ее тоже подделывают. Должен быть указан номер, цвет и обязательно такой штрих-код. Нужно заходить на сайт, вот так он называется, и вводить 13-значный штрих-код. Я ввела свой штрих-код, проверяем. Подлинная страна-производитель Швеции. Ну и также можно смотреть по цене. Такая присутствует наклеечка, где можно имя и фамилию написать. Если же вы покупаете, я ее видела в инстаграме, типа по акции продавали, так 5 тысяч, так 900 рублей, понятное дело, что там будет, конечно же, подделка. Ну, смотрите сами, как бы бывают очень хорошие подделки, но я не люблю подделки покупать, я люблю оригиналы. И сейчас мы с вами все туда будем закладывать. То есть мои тетрадки, ручки, текстовые делители и разные приспособления, которые мне нужны для учебы и не только канцелярия. Оставайтесь со мной, приятного просмотра. Для первого учебного дня мне нужно подготовить мою тетрадку на сменных блоках. Я ее использую уже второй год. И вставить туда новые сменные блоки. Вот мои новые сменные блоки, которые я купила специально для этой тетрадки. И разделители. Разделители я беру из пластиковой тетрадки. Так, первое, что я делаю, это убираю прошлогодние конспекты, потому что они мне уже не нужны. У нас уже не будет этих предметов, а если будут, то вряд ли мы будем смотреть то, что писали на первом курсе. Вот тут много всего ненужного. Единственное, я бы, конечно, оставила английский. Но не знаю, потом, когда у нас будет английский, я, наверное, верну. Также у меня тут есть рекомендации по написанию курсовой работы. Они пусть останутся, а все остальное мне не нужно. И я хочу вставить свои новые листочки, потому что я их именно для этих целей купила, чтобы поставить на второй курс себе. Я даже не знаю, какой цвет я сделаю первым. Хотя нет, я знаю, какой цвет я сделаю первым. Классные листочки, сейчас заодно проверим, подходят ли они по размеру. Вроде да. Первый цвет я хочу сделать вот такой вот сиреневый. Мне кажется, что он очень красивый. И здесь более приятные такие клеточки, потому что они сиреневого цвета. Также есть зеленый, очень спокойный для глаз, мне нравится. И голубой. Ну, все, в принципе, три моих любимых цвета. Я вставляю эти листочки. И сразу делаю разделитель. Так, сейчас я скажу, на какой примерно странице. Где-то вот так вот. И я сразу делаю разделитель. Эти разделители не очень подходят, конечно, под мою тетрадь. Но, к сожалению, я так и не нашла в магазинах новых разделителей. Поэтому, ладно, она как-то примнется и будет нормально. Или вот тут просто пониже как-то. Вот этот розовый разделитель, который у меня был до этого, он тоже из этой тетрадки. Он тоже сюда не подходил, но как-то примялся. Я, конечно, закажу на Алиэкспрессе, но когда он еще придет, он мне, наверное, уже будет не нужен. Все, разделитель готов. Это тетрадка, которая мне нужна, будет на весь второй курс. И начну писать снова с этой страницы. Даже не знаю, что делать со своими старыми конспектами. Их можно вполне даже выбросить. Вряд ли они мне будут нужны. Может быть, вот этот вот Passive Voice я сохраню, а все остальное можно выбросить. Так, тетрадочка готова. И она, кстати, стала намного тоньше. Я не знаю, за счет чего, потому что лесков столько же. Не знаю, так это надо как-то прикрепить будет потом. Подумаю, как. Теперь мне нужно собрать пенал. На самом деле, пенал, в том виде, где я собирала пеналы, ну, я думаю, вы все понимаете это. Я собираю в основном для видео, а в университет, на учебу я редко ношу такие пеналы большие. Я обычно беру ручку синего или черного цвета. Сейчас я, наверное, давайте возьму вот такую вот синюю ручку шариковую от фирмы Штедлер. У меня есть ручки. И заодно покажу, кстати, как она пишет. Сейчас распишу. Вот, нормальная синяя ручка, которая не заедает. И думаю, я возьму две, потому что бывает, что ручка заедает. Думаю, у всех такое было когда-то. Такие ручки я люблю. И она тоже темно-синяя. Еще возьму одну черную ручку. Она у меня в мятном корпусе. И очень красиво пишет. Такая она гелевая. Вряд ли будет заедать. Так, это, в принципе, все, что мне нужно. И обычно я даже делаю вот так. Сейчас покажу, как я делаю. И просто ношу это в руках. У меня тут и ручка, и тетрадка. Это две запасные, которые будут в рюкзаке. Скорее всего, мне понадобятся еще текстовые делители. И я в раздумьях взять неоновый стабила. Или же взять какой-то от зебры. Потому что их тоже много. Наверное, я возьму просто желтый неоновый стабила. Потому что он намного ярче. И мне, честно говоря, в учебе больше нравятся неоновые текстовые делители, чем пастельные. Пастельные я люблю в ежедневниках и в дневниках. Так, возьму это и парочку стикеров. Вот таких розовеньких. Ну, потому что бывает нужно что-то записать. Иногда я ношу с собой ежедневник. Но это как бы время от времени. Бывает ношу, бывает не ношу. Может быть положу. Но пока это все выглядит вот так. Пойдемте отнесем в рюкзак. Подробнее я хочу показать рюкзак. Тут есть отдельный отсек для ноутбука. Со специальной такой подложкой. Которую не нужно убирать. Тут даже есть такая наклеечка. Это для того, чтобы ноутбук не разбился. Бывало, что я носила с собой ноутбук. Но это было, когда мы писали дипломную. То есть просто так я его не ношу. Нам почти никогда не нужно. Большой, огромный отсек для того, чтобы класть какие-то тетради. И также такой маленький отделчик. У меня тут лежит брошюрка, которая продавалась сразу с рюкзаком. Ну, то есть мне ее сразу прислали вместе с рюкзаком. Какие они еще выпускают товары. И еще у меня тут иголки, которые я купила для вышивания. Их я носить не буду. Просто я их забрала. Поэтому они тут лежат. То есть я с ним хожу вообще везде сейчас. Он, кстати, у меня в цвете желудь. И это не мини. Это просто нормальный рюкзак Канкен. Цвет очень приятный. Но он, конечно, не ко всему подходит. Кладу все это в рюкзак. Вообще, честно говоря, в этом рюкзаке столько места, что я положила туда все, что мне нужно для учебы. И оно даже не кончилось. Студенческий билет. Зачетная книжка. Тоже сюда положу. Ой, мой паспорт сам залетел. Кошелек. Мои ключи, то есть ключи с ключами. Я вам, наверное, не показывала, какие у меня брелочки. Первый у меня фанка-поп Гарри Поттер. Заказывала на Азоне. Он, смотрите, со своим серийным номером даже. Немножко меня смущает его желтый цвет лица, но ничего, ладно. И второй у меня такой классненький шпиц. Шоколадный. Ну, антисептик для рук, как обычно. Он спиртовой. И ношу я уже его второй год. Даже не кончается. Даже больше половины осталось. Классно пахнет ягодками. Ключи я сейчас ношу всегда. Раньше я почти никогда их не брала, когда у меня мама и папа везде сидели дома. Но сейчас ношу. Бумажные салфетки. Очень часто с собой беру какие-то влажные салфетки. Но влажные салфетки у меня сейчас есть только большая пачка. Эконом для всей семьи. Но я их, конечно же, с собой не потащу. Куплю маленькие. Ежедневник я не буду брать свой с пончиками, которые у меня как бы для дома. Я там все записываю. Я возьму такую записную книжку от Малескин. И буду все писать в ней. Потому что... Потому что вообще без ежедневника я не могу. Тут довольно большое. Мне носить с собой не хочется. Потому что я уверена, что я его помну. А так как этот на резиночке, ему ничего не будет. И еще у меня тут по учебе все важное записано. Сейчас покажу вам. Все важное по учебе записано. Нам очень много заданий дают. Какие-то работы, которые мы должны сделать, принести там уже сегодня или завтра. И так далее. Поэтому я беру этот ежедневник. Он у меня, кстати, из коллекции Барби. Я его еще со скидкой купила. За 1100. А сейчас он на зоне 1800 стал. Что меня удивило. Но, видимо, к новому учебному году, когда все закупают ежедневники, они дорожают. Так как нам задают очень много работ. И чтобы они не помялись, я их кладу обычно в такой какой-то отделчик с рефератами. Или же нашу в пакете, что очень тупо выглядит. Но никуда ты этого не денешься. Так, обычно мне еще нужна вода, которую я беру с собой. Но сейчас у меня ее нет. Конечно же, свой телефон. Наушнички беспроводные. Гигиеническая помада-бальзам. Это липсмейкер с Кока-Колой Черри. Тоже беру его с собой. Я себе заказала новые очки. Я вообще думала, что буду ходить в старых. Но поняла, что я в них плоховато вижу вдаль. И поэтому заказала новые. У меня все еще портится зрение. Здесь минус 1.75. Это у меня собака шуршит. Здесь минус 2. Не знаю. Мне очень хотелось бы, чтобы на этом уже все остановилось. Но посмотрим. Здесь деревянные дужки. Так как мне показалось это сейчас очень стильным и необычным. И сами очки просто черные. Они нормально смотрятся. Ничего вроде бы как особенного, но и не очень обычные. Так как тут деревянные дужки. У меня были почти что такие, но у них на минус 1 там было. Линзы сами. Это, по-моему, все, что я положила. И мне, наверное, больше ничего не надо. Было время, я носила с собой расческу. Ну, тоже пожелание. Я часто люблю брать с собой книги, потому что у нас там совсем не ловит интернет. И бывают окна, какие-то перерывы по часу, по два и делать нечего. И сейчас я читаю вот эту вот маленькую хозяйку большого дома. Она мне не очень нравится. Может быть, уже другую буду брать. 38 страниц всего прочитала. Сложный очень слог прям вообще. Сложнее Достоевского. Тут еще удобно, есть такая кнопочка. И тут, кстати, такая лисица классная. И все, рюкзак готов. Не могу сказать, что он очень тяжелый, но довольно тяжелый. Сюда можно положить бутылочку с водой. У нас там на первом этаже в университете есть такие специальные, думаю, знаете, наверное, автоматы с водой, где можно все купить. Поэтому бывает, что воду я даже не беру. Главное взять деньги. Напишите, собирали ли вы уже сумку или рюкзак в школу. Потому что, насколько я знаю вам, уже 2 сентября в школу у меня обычно все заранее было собрано. У нас там была какая-то линейка, нам выдавали учебники. Я, кстати, недавно даже нашла фотографии как раз-таки со одного из своих первых сентября, как нам выдавали учебники. Я, наверное, сейчас ставлю несколько фотографий, так просто для вдохновения, для какой-то мотивации. Вот и все. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok